Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Михаил Климчук, и мы сегодня с вами поговорим о мотивации, что должно произойти такое, чтобы вы начали менять в своей жизни вообще хотя бы хоть что-то. Один из таких вот важных аспектов нашей жизни – это является работа, благодаря которой мы получаем деньги, ну и, соответственно, можем удовлетворить свои какие-то потребности. Мне на днях пришло такое интересное сообщение. Привет! У тебя нет случая хорошей работы для нашего общего знакомого, а то у него заработная плата маленькая. Работает в институте тысяч сорок всего. На что я задаю вопрос. Может, ему надо дополнительно подучиться и менять квалификацию для более оплачиваемой работы? Наверное. Он инженер, и у него два высших образования. Управленец. А работу подходящую не может найти. Можно быть филологом, можно закончить кучу институтов, а по факту в реальность нужны бармены. Я сейчас просто к чему возвращаюсь и вообще пытаюсь вернуть всех на землю, что когда вы идете и получаете какое-то образование, вы изначально должны задуматься, что вы этим образованием сможете себе добыть. Да-да-да, именно добыть, как охотник, который идет на рыбалку, но взял снасти для охоты. И вот что вы можете добыть? Одно дело у тебя, может быть, есть достаточно каких-то квалификационных знаний, умений, и ты, конечно, даже в данном случае сможешь применить свои профессиональные навыки, но уже на рыбалке. Хотя взял снасти для охоты. Возвращаясь к мотивации. Вот когда я смотрю на людей, у которых заработная плата 40 тысяч рублей, я не осуждаю этих людей. Я считаю, что это нормально. Это когда ты находишься в какой-то стадии развития, когда тебе, вот ты только-только, я не знаю, там закончил институт, тебе нужна какая-то маломайская работа, и тебе не платят, потому что ты не обладаешь каким-то рядом умений, и вот та зарплата, которую тебе платят, может быть, для начала, и достаточно, я сам в свое время получал достаточно маленькую заработную плату, которую можно было оценить, ну, не знаю, там, покупкой одного телевизора. И вот именно вот эта ситуация, когда ты не можешь себе позволить больше, а тебе хочется больше, и ты прекрасно понимаешь, насколько ты зависим от работы, и ты не можешь потратить время для того, чтобы заняться каким-то развитием. Именно вот эти какие-то вещи были для меня очень важными. И после того, как я начал это оценивать, присматриваться к тому, сколько я зарабатываю, что нужно сделать такое, чтобы это в корне все поменялось. И вот вы знаете, я сейчас могу дать просто небольшие советы, которые вам, может быть, и пригодятся, а может, не пригодятся. Все зависит от вас лично, не от того, что я скажу, а именно от вас лично. Готовы вы к переменам или вы готовы к стабильности, потому что стабильность – это путь к деградации. Это вот то, что говорит наш президент постоянно по телевидению. Он вынуждает общество деградировать в своем развитии. Ну, потому что он сам-то недалек вот в этом отношении. Понимали, ярый противник всего прогрессирующего, потому что, имея колоссальные возможности полезных ископаемых, территориальные возможности, человек всячески пытается, чтобы общество деградировало и, соответственно, скатывалось в пучину небытия и сплошного идиотизма. Какие вообще нужно делать действия для того, чтобы в вашей жизни все поменялось вот прямо здесь и сейчас? Вот смотрите, я записывал предыдущий ролик, что необходимо сделать. Касается это вообще не только работников, но и работодателей. Вы должны уволить всех ваших работников именно с этой старой системы оклада, где человек не может себя проявить никаким образом, где человек не может распоряжаться своим временем. Вы должны вот от этой вот старой формы взаимоотношений избавиться. И от этого выиграют вообще все. Ну, вот смотрите, человек по... Судя по тому, что мы вот пообщавшись, мы понимаем, что человек зарабатывает 40 тысяч. Ну, вот я совсем недавно приводил пример, как не платить налоги. Можете посмотреть данное видео, где описывается, что если человек получает заработную плату в районе 30 тысяч рублей, его фонд оплаты труда равняется 600 тысяч рублей, а нароки он получает за год 401 тысяч, сколько я помню. То есть, грубо говоря, он 200 тысяч своего дохода просто отдает. И даже вот после того, как он поменяет формы взаимоотношений между своим работодателем, то он может выиграть уже 120 тысяч рублей уже здесь и сейчас. Это колоссальные деньги, на которые люди просто плюют. Но самое главное для них – это чтобы предприниматель платил два раза в месяц. А то, что ты отдаешь 43% своего дохода, это тебя каким-то образом не волнует. Я возвращаюсь еще раз говорю по поводу мотивации. Вообще, что нужно делать? Вот первое решение. Уволься, стань индивидуальным предпринимателем, договорись с работодателем, чтобы он тебе уже перечислял заработную плату не на карточку, а переводил на твой расчетный счет в банке, и ты мог самостоятельно определять, сколько ты платишь налогов для того, чтобы тебе можно было каким-то образом маневрировать во всем вот в этом происходящем. Это первый момент. Второй момент. После того, когда вы становитесь индивидуальным предпринимателем, вы понимаете всю полноту ответственности, которая на вас взвалилась. Соответственно, все принимаемые вами решения будут достаточно взвешены. Соответственно, вы будете подходить к выполнению какой-то порученной вам в работе совершенно по-другому. Наверное, более ответственно, потому что в отличие от работника с вас нечего взять. Все-таки, когда вы являетесь индивидуальным предпринимателем, то уровень ответственности у вас растет. Соответственно, вы можете и требовать к себе соответствующие отношения от работодателя, не просто подчиняться по его именно какой-то воле и хотелке, а непосредственно требовать соответствующего к себе отношения, потому что вы выполняете работу качественно и в срок. Соответственно, такой работник очень ценен для любого работодателя. Если вы не обладаете вот такими вот навыками, то вам грош и цена. Следующее, что бы я сделал. Вот смотрите. Вы получаете 40 тысяч рублей, у вас, возможно, есть семья, и вам нужно перераспределять ваш денежный поток таким образом, чтобы у вас оставалось еще средства для того, чтобы вы могли учиться и развиваться. Потому что, вот вспоминая мою фразу, где было написано, можно получить образование филолога, а в реальности нужны бармены. О чем это говорит? О том, что вы должны понимать, куда вы перераспределяете такой достаточно важный у вас ресурс, это ваше время. Если вы 5 лет потратили для того, чтобы стать филологом, ну, понимаете, это, конечно, прекрасно, что вы хорошо излагаете свои мысли, но дальше этого вы ничего не получите. И поэтому вы должны подходить к своему образованию таким образом, смотреть на то, где вот здесь и сейчас, кому платят. Вот туда идите, вот туда и направляйте все ваши усилия. Любой работодатель всегда смотрит на вашу квалификацию. Какими знаниями, какими умениями вы обладаете? Умеете ли вы использовать ваши умения, ваши знания для того, чтобы получить какую-то выгоду именно от вас? И когда вы сможете реализовать себя через ваш труд, через вашу производительность, через вашу эффективность, это не заставит долго ждать, чтобы вам уже платили не 40 тысяч, а 1080, 120 и 150. После того, когда вы перераспределили свой бюджет, после того, когда вы определились, какими специальностями надо обладать в сегодняшний момент, следует вам, конечно, переступить уже к реализации каких-то своих амбиций. Порой легче придумать какую-то работу, нежели устроиться на работу. То есть, если вы посмотрите вокруг себя и увидите, что, я не знаю, то есть, ну давайте так возьмем простой пример. Есть обычный дом, и рядом с домом протекает какая-то, не знаю, там канава, да, вы просто засыпьте там или поставьте какое-нибудь сооружение в виде мостика там, да, то есть это тоже достаточно просто сделать, если есть желание. Даже здесь можно насобирать достаточно много ресурсов. Было бы, еще раз говорю, желание, где вы, как человек, который понимает проблематику, может ее озвучить и может донести до жителей дома, что вот это необходимо сделать, и чтобы это кто-то сделал, есть вот такой человек, как вы. Соответственно, вы можете создать некую потребность в ваших умениях, в ваших знаниях и в вашей дальновидности, которую вы обладаете, в отличие от других. Вот и все. То есть, сформировать денежный поток достаточно несложно. Для этого нужно просто грамотно перераспределить свое время, а также ресурсы, которыми вы обладаете на данный момент. Ну и дальше, конечно же, это видеть какие-то перспективы вашего дальнейшего развития. Поэтому вам не придется спрашивать своих друзей и знакомых в поисках какой-то работы, которая будет больше чего? Больше 40 тысяч. А если вы посмотрите ролик «Как не платить налоги» за счет того, что вы поменяете форму взаимоотношений между работником и работодателем, то, может быть, вам и этого достаточно. А если вам этого недостаточно, то вы должны хотя бы, по крайней мере, определить, сколько вам необходимо денег для того, чтобы вы чувствовали себя счастливым. Поэтому задумайтесь над этим, дорогие друзья. Если вам понравилось это видео, то я прошу вас вставить какой-нибудь комментарий, как вы видите ваше дальнейшее развитие, устраивает ли вас ваша заработная плата, согласны ли вы со мной, не согласны. Пишите обязательно в комментариях. Ну, а на этом все. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok